Приветствую всех на очередном прохождении карьеры Madden NFL 19 за ресивером, за Ти-Джея Криволопом. Сегодня у нас на повестке дня игра против Сан-Францис хотел сказать, на повестке дня игралось против Los Angeles Chargers. В предыдущей серии мы, к сожалению, очень обидно проиграли Kansas City Chiefs. Это была практически победа, которую, к сожалению, Джимми Гороба упустил собственными руками. Не знаю, что на него нашло. Человек очень хорошо начал и очень плохо закончил. Просто тона инкомплитов, тона выкинутых мячей в никуда. Ну и, собственно, парочка перехватов сделали своё дело. Ну, что ж, у нас четвёртая неделя идёт, и есть ярко выраженный лидер команды. Это, конечно же, Китл наш. Давайте посмотрим на него поближе, хоть примерно представлять будем, что он из себя вообще представляет. 77 оверал всего лишь у парня. Джордж Китл, 24 года. Ну, по большому счёту, вот если так посмотреть, ну, в нём нет ничего. В нём нет ничего. Но этот парень творит просто чудеса какие-то. На данный момент является 43-м тайдэндом в лиге. Что касается нас, ресиверов. Так, Криволап. На данный момент 185-й в лиге. Вот так вот. Ладно, не будем затягивать историю. Перейдём сразу к матчу. Давайте, единственное, что, наверное, поменяем форму. Хочется поиграть в Color Rush. Нет, не в этой. Вот, вот в этой. А, нет, всё правильно. В чёрненькой форме хочется поиграть. И, собственно, Los Angeles Chargers у нас будет играть тоже в Color Rush. Но только не в такой. Чтоб не сливаться. Нам желательно белую. Вот, да, в белой форме. Замечательно. Задача на эту игру у нас, естественно, ну, блин, опять не успел почитать задача. Очень быстрые менюшки. Так, Косей Хейворд против Ричарда Шермана. Ну, эти противостояния нас мало интересуют. Los Angeles Chargers на данный момент имеет две победы в своём активе и всего лишь одно поражение. А вот Пьер Гарсон против Кинана Аллена. Вот это уже интересное противостояние. Вот это вот уже интересно. Также Трэвис Бенджамин. Тоже один из ресиверов. Но, опять же, он тоже Пьер против Пьера Гарсона. Видимо, у нас нет совершенно второго ресивера в команде, который мог бы хоть чуть-чуть соперничать с Пьером. Задача на эту игру у нас сделать 40... Короче, набрать ярдов на старте игры. Вот. Вот такая у нас задача. А мы как раз выходим на поле. И давайте начнём сразу с какого-нибудь интересного... Блин, я туда зашёл. Так, у нас 17 секунд, мало времени. Ну, давайте. Ладно, сланс. Обычные попробуем. Я не просил эту передачу. И Джимми Гарополо чуть не оформляет очередной перехват. Что с тобой, Джимми? Абсолютно ненужная сейчас была передача, потому что... Ну, это очень сложно выполнимая сейчас была. Я не успевал там убежать никуда. А вот теперь... Не хватает, конечно, нам сейчас скорости. Не можем убежать от корнербэка. Наша аж трясёт от того, что Джимми Гарополо творит. Кривола прям, смотрю, в восторге. Так, ну давайте на Китлова попробовать сыграть в Джимми. Может, получится. Мы просто пока на подстраховке. Так, у нас минус 8 спид у Китлова. Он намного слабее своего оппонента, но выше у него. Короче, он по всем показателям проигрывает своему оппоненту. Ох, а вот вам и Китл, Соня. Почему я Соня его вечно называю? Джордж Китл. А, это целик. Это целик сейчас. Ясненько. Неплохо. Очень неплохо. Так, я хотел... В никуда передать, Шан. Ну, Джимми поторопился, потому что его там уже практически сэкали, а Криволап всё пытается с кем-то... Вечно конфликты какие-то... Вечно в конфликт какой-то встрять. Вот. Блин, я не могу найти нужную кнопку, которая мне нужна. Я хочу... Воу, Китл. Я думал, дропнул, но нет. Китл удержал мячик, это комплит. И это... Первый даун. Ох! Ну, вот такой вот пас от Джимми Гаропу. Очень неудачный в ручке корнербэку, который нас опекал. И всё, что мы смогли сделать, это просто напрыгнуть на него, чтобы тот не убежал. Это единственное, чем мы могли помочь Джимми. Джимми в очередной раз, к сожалению, нас почему-то решил подвести. Смотрим. Восемь ярдов Мелвин Гордон. О, боже. Ну, Мелвин Гордон пока один очень уверенно всё делает. И Тер... Тер... Блин, Терейль Уильямс, или как-то так его имя читается. Тирель, Терель. Хер его знает. Ну, очень уверенно Гордон движется, на самом деле, по полю. Прям вот уничтожая всё. Ах! Ну, что это такое? Ну, что это? Ну... Мелвин Гордон. И пас, и ран. Всё на его счету. И комприт от Филиппа Риверса, наконец-таки. Ну, это хотя бы не тачдаун, это три очка всего лишь. Лос-Анджелес Чарджерс вот таким вот способом. Незатейливым. И набирает три очка. А мы... Всё временем попробуем. Куда? Я же один был, ну. Эх, криволапы, не заметили. Так, ладно. Ага. Окей. Ну, куда, Джимми? Что с тобой происходит? Боже мой. Джимми Горопо. Второй раз отдаёт на нас передачу абсолютно нежданную. И второй раз это перехват. И второй раз это перехват. Сек. Но Меллин Гордон четыре ярда набирает ещё инкомплит. Но ещё три очка зарабатывает Лос-Анджелес Чарджерс. Нет, три очка они не стали зарабатывать. Видимо, не срослось что-то. Ладно. Ну, хотя бы первый даун есть. Ладно. Нет, давайте всё-таки по-другую сыграем. Эх. Не успели разыграть. Ладно, ничего страшного. Попробуем ещё раз. Эту же комбинацию. Но на этот раз должно быть проще. Не, наверное, получится. Не получится. Ну, такое. Немножко ярдов. Три ярдиков всего. Немножко ярдов. А, нет. Это комплит. Воу-воу-воу. Неплохо. Повтор этого будет. Ти-джей Криволап. Сложную передачу выловил. Ну, вообще, мне показалось, что не было, конечно, на самом деле ничего. Ну, ладно, посмотрим. А, ну, челлендж. Конечно, они челлендж запросили, как я и ожидал. И сейчас они, наверное, отменят первый даун, потому что мне показалось, что всё-таки мы не были в поле. Ну, не знаю. Наверное, всё-таки нет. Чё, да, ну, хотя себя посматриваем. Ладно. Нет, нормально всё. Первый даун. Сказали, что мы были на поле в момент ловли. Так, нет, давайте другое. Ох, мы же там открывались. Криволап готов всегда. Вот почему-то... Почему-то Джимми Гаропова не готов к Криволапу. Ну, это тэж даун, а? Нет, это не тэж даун. Буквально прям миллиметра не хватает. Ну, давайте не будем придумывать и... Ну... Да, боже мой. Неудачный ран от МакКиннона. Ладно, тремя очками будем довольствоваться. Милвин Гордон продолжает разрывать оборону. Сан-Франциско. О, боже. Бенджамин, 15 ярдов. Сэк. Томаса Соломона. Но это не сильно помешало им. Уильямс еще набирает кучу ярдов. Ну, 3.8. И, пожалуйста, нет. Киннон. Ну, видимо, это уверенный тэж даун. От... С Лос-Анджелесом. Да, тэж даун. Киннон Аллен. Уверенный тэж даун. Чего нам очень сильно не хватает в этой игре. Ну... 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 Ну, неплохо. Неплохо. Мы бы, конечно, тоже хотели бы участвовать в этой комбинации, но вот, к сожалению, Джимми решил иначе. Ну ладно, Китл тоже хорошая на самом деле цель для передачи. Ну куда ж ты пасуй? О, боже мой, Джимми, зачем ты выбрасываешь мяч, когда я там свободно бежал абсолютно, и можно было что-то придумать, нет? Ааа, сложно. 3.10, и нам нужно... Нужно набирать 10 ярдов. Ну куда же? Боже мой, Джимми. Как меня расстраивает последнее время наш кутербэк. Это ужасно. Ну это просто ужасно, серьёзно. Ааа, отлично, мы смогли отзащищаться, но хотя бы на этом спасибо. Всего полторы минуты у нас остаётся. Всего три минуты, ой, полторы минуты у нас остаётся. Распользуемся ли мы этим? Ну вот это вот такой большой вопрос. Ну... Пьер Горсон, конечно, ловит. Но это вообще не так. Не набор ярдов. Да, не ярдик всего лишь. Ааа... Дип-атак. Дип-атак. О, боже. Джимми Гаропова. Ну что это такое? Просто посмотрите, что творит этот парень, а? Просто посмотрите на то, что творит этот парень. Ну, блин. Это ужасно. Это просто ужасно. Мы, к сожалению, вторую четверть вынуждены заканчивать в... плохом качестве. Мы будем участвовать, да, в защите в филгол. Ну, блин, ну, такое себе. Ну, это ужасно. 13-3. Не Лос-Анджелес, конечно. Третья четверть начинается. Ее начинает Лос-Анджелес Чарджерс. Опять уверен на 16 ярдов. Вот такие вот первые попытки у них. Сэк от Соломона Томаса. И еще и нарушение. Да, боже мой. Ну, ну, это пиздец какой-то, серьезно. Очень плохо сегодня играет. Лос... Не, Лос-Сан-Са-Франциско очень плохо сегодня играет. Очень плохо. Причем, во всех аспектах очень плохо. Что в защите, что в атаке. Ладно. 4.18. Мы на ретурне. Сиэтл проигрывает пока Аризония. Там счет прям космический какой-то. А идет только вторая четверть у них. 17.21. Ладно. Ах, какая сложная ситуация. Чем-то на это. Боже мой. да куда же блин ну это жесть какая-то последняя попытка и нам надо как-то 10 ярдов набирает нет не будет больше шансов нужно пользоваться этим ой хорошо пьер гарсон убежит ну не убежит наверное но набирает первый даун даже больше чем положено набирать ярдов нормально сейчас джимми сыграл очень хорошо сейчас джимми сыграл очень хорошо гарсон свое дело выполнил тоже на ура несмотря на свой возраст ох вот эту передачу мы выловили я не просил на самом деле у него пас джимми нас сам увидел но это правда такой себе на самом деле был пас потому что в никуда этот пас был очень повезло нам что мы выловили эту передачу очень повезло это перехват по большому счету ну вот вот так вот хорошо есть тачдаун и есть у нас первый тачдаун в этой игре на личном счету джей кривола у по в двойном прикрытии опять был но отлично течи кривола в своем дело сделал догоняем потихонечку лос-анджелес но нам надо еще защищаться удачно бы не помешало инкомплит от риверса и видимо перехват видимо случился какой-то перехват так и мы сейчас должны этим воспользоваться да был перехват явно попробуем сейчас ах каропала ну там мы неплохо открывались можно было на самом деле можно было бы что-нибудь придумать но 2.19 уже довольно такая себе история надо попробовать из этого что-то выжить последняя попытка последняя попытка и нам нужно давайте колесо попробуем ход руд вот блин я к сожалению маршрут не так поменял да что с тобой ни туда ни сюда блять ну отвратительно джим играет ванна 3 очка хоть завою мы даже трех очков не получили да боже что мой вот так вот даже переход который совершили мы в защите нам не сильно помог ну ладно вроде мы еще раз смогли защищаться оооо ладно безвозвратом безвозвратом так а мы у нас нах да что это ну это нужно ловить было я не знаю почему мы не поймали это сейчас довольно очень странная на самом деле ситуация я себя вообще не вижу коробку опять куда-то какую-то хуйню кидает непонятно что происходит в жиме джиме соберись пожалуйста никита херни нам нужно набрать 10 ярдов ну ну китал не набирает и вообще тропает ну поторопился двумя опять с пасом блин ну я не знаю это ужасно очень плохо котребек играет прям вот даже никаких объяснений нет тому что вообще происходит ну это видимо верный тэшдаун еще один нет это не тэшдаун это перехват и мячик у нас это перехват но этот перехват вблизи нашей редзоуна поэтому не факт что нам что-то даст ну куда почему почему группа по сути таки передачи я не понимаю это ужасно джиме проснись пожалуйста что с тобой не так я не прошу эти передачи зачем ты их дает о боже о боже в первой жизни джиме сам побежал 5 ярдов набрал 3-4 уже ни на кого надежд видимо нету он сам решил побежать но правда он сам же и херню творит на самом деле ну серьезно ну камон джиме кому о боже мой у меня уже начинает подгорать конечно от этого котребека на самом деле но блин серьезно это ужасно 6 минут 6 минут последняя четверть три очка нам нужно срочно что-то предпринимать джиме пожалуйста не будь идиотов ну ладно есть гудвина первый даун отлично ну ладно есть гудвина первый даун отлично но отвратительная передача в никуда блять зачем зачем ааааа сложный ты человек джиме сложный очень как вот с тобой быть что с тобой делать нет 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 и Нормально. Китл на приеме, но это... Это тачдаун? Воу-воу-воу! Что творит этот монстр, блин? Вообще не ожидал, если честно, тачдаун сейчас от Китла, но вот спал, спал, спал всю игру проснулся в концовке и нам, наконец-то, повезло. О, мы вышли вперед, 17-13, но, правда, сейчас будет атаковать Los Angeles Chargers и это может для нас очень плохо закончить. 19 ярдов, вот, пожалуйста, уже набирает. Еще и... О, боже, еще и фоллы. 20 ярдов. Williams. Так, есть нарушение. Минус 2 ярда. 2.12. О, боже мой. Есть! Всего лишь 3 очка сейчас возьмем. Как? Тачдаун? Вот это риск сейчас был, конечно, в исполнении Los Angeles. У них была последняя попытка и они решили сделать тачдаун вместо того, чтобы набрать 3 очка. Ну, не хватает нам, конечно, сейчас скоростей. Как же обидно за такие моменты, а? Как же обидно за такие моменты. Ну, давайте, ладно, что, что нам можно сейчас сыграть? Нам главное сейчас сделать тачдаун. Вот что нам сейчас главное. У нас есть время, 3 минуты, нам главное не торопиться. Ну, вот, Маккиннон набирает ярдиков 8. Да, ровно 8 ярдиков. Мы сейчас мэш сделаем обычный. Во, никуда вообще эта передача была. Что за бред творится с Джимми, я не знаю. Но у нас последний шанс. И нам очень нужно, чтобы мы набрали Хоть какие-то ярды. Ну, есть, есть. Китл набирает первый даун. Тоже было очень рискованно, но Джимми на этот раз сыграл максимально хорошо. Нашел Китл и тот сделал первый даун. Блядь. Ладно, давайте попробуем тогда колесом сыграть. Ой, ну хорошо, ладно. Первый даун от Маккинона есть. Неплохо. Есть. Китл, Китл. Хорош. Первый даун. Есть еще полторы минуты. Даже теймоуты пока не стоит тратить. Блин, не то выбрал случайно. Давайте обычный стик тогда попробуем. Ух, на нас передача пошла абсолютно нежиданно, негаданно. Мы были вроде как закрыты, а зачем-то вот исполнил сейчас на Джимми передачу. Ладно. Очередная неудачная передача Джимми. Блин, Джимми, соберись, пожалуйста. У нас последняя попытка практически. Нам нужно набрать 10 ярдов. Давай. Есть. Нет. Дропнули, к сожалению. Ну ладно, нам дадут последний шанс. Нет, не дадут? Нет, не дадут. Возьмут 3 очка, да? Да, 20-20. И, видимо, если сейчас Лос-Анджелес, конечно, не успеет. За 50 секунд ничего сделать. То, видимо, это будет дополнительное время. 36 секунд остается. Лос-Анджелес потихонечку движется. Сек от Тумера. Очень важный сек. 8 секунд. Один тайм-аут. Все. Овертайм. И овертайм до первого набора очков. Мы, к счастью, начинаем. Нет же! Почему так легко? Ну почему так легко? 2.19. О, боже мой. Как же легко. Засекали только что Джимми абсолютно... А-а-а. Ладно. Куда? Куда я, блядь? Да куда? Что? Да, блядь, это такой бред. У меня нет слов, реально. Нам сейчас очень сложно. Ну, наверное, это все. Это поражение. А-а-а. Ну, вроде как остановили. Но мы проиграли игру, потому что они Филд Голден заработали 3 очка. И, собственно, это победа Лос-Анджелес Чарджерс. Блин, это... Это... Это отвратительно. Это ужасно. Это печально, на самом деле. Player of the Game оказался вообще Браун. Это Детеково или Тайдент. Я не знаю, кто это у них. Ох, это ужасно, на самом деле. Это очень ужасно. Отвратительное поражение. Обидно. Прям аж... Гороб у 2 Таймаут. Давайте, ну-ка. Я хочу посмотреть, есть на последнем моменте. А, нету реплея. Ясно. Ах, обидно. Очень обидно. Ну, что у нас? Если посмотреть... На Джимми Гаропова... Четыре перехвата. Четыре перехвата. Джимми Гаропова. По приемам Аллен 11 приемов совершил больше всех почти в два раза, чем любой другой принимающий. Мы всего три приема сделали. Три приема наравне с первым Гарсоном. Ярдов мы практически столько же набрали. Там чуть побольше буквально. Но при этом сделали один тачдаун. Один тачдаун. Всего шесть ярдов набрали после кетча. Это... Такое себе. Вот у Пьера Герсона 24 ярд. Ну, я помню тот самый забег. Ну, да. Ну, это ужасно. На самом деле, это очень ужасно. Это очень печально. То, что такая вот хрень происходит. А с Джимми, я имею в виду, происходит такая хрень. Потому что иногда порой такие передачи дает. Вот такие потери совершает, что прям... Ну, ты прям не знаешь, что от него ожидать в следующий раз. И давайте просимулируем тренировочку. Нам, по идее, сейчас должны дать апгрейд. Ой, себя проапгрейдим немножко. Апгрейдим, проапгрейдим. Ну, что? Опять давайте дип. Дип или нет? Или что? Ну, да. Давайте дип. Посмотрим, что нам дадут. Блин, ну, скорость нам не дают точно. И я не понимаю, конечно, почему. Catch and Traffic нам дали. Это хорошо. А все остальное, в принципе, нам абсолютно не важно. Потому что это никак не влияет на ручное управление. То есть вот эти вот дип роуты вроде как 84. Это вроде как очень даже неплохо. Но с другой стороны, типа... А какая мне хрень разница, какой там роут, если я сам лично бегу? Вот, да. То есть Catching, Jumping, Agility, это, конечно, хорошо. Ну, и скорость у нас почему-то абсолютно вообще не качается. Нам ни разу еще не дали скорости. Я не знаю, может быть, она, конечно, как-то иначе качается. Или что вообще? Может быть, она такая и останется? Это очень печально тогда, если так. Но следующая игра у нас с Аризоной. И с Аризоной мы, к сожалению, уже будем играть в следующей серии. Собственно, если вы хотите как можно быстрее увидеть серию за ресивера, ставьте лайки, оценивайте. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до новых встреч. Увидимся уже в игре с Аризоной. Субтитры сделал DimaTorzok